Новый год уже не за горами, и сегодня замечательный выпуск. Люди за вами следят, люди вас любят. Действительно, я стала похожа на директора салона красоты. Я люблю твой инстаграм. Первый шаг поднять цену было так страшно. Я просто это вспоминаю. Это просто или снижение написать вот другую цифру. Видите, как у вас классная команда, и к вам хочется возвращаться. Ну что, друзья, у нас привет новогодний выпуск, потому что Новый год уже не за горами. И сегодня замечательный выпуск, потому что сегодня мы на оленях домчимся в замечательный ресторан. Потрясающий, который мы уже знаем и любим. И сегодня мы встретимся со всеми участниками, которые к нам сегодня пожаловали, и которые были в предыдущих сезонах для того, чтобы отпраздновать с ними и проводить старый год. Узнать, как вообще их дела и что сейчас происходит в их бизнесе. Ну и, собственно, хорошо посидеть по-домашнему, с подарочками и с прекрасным настроением. Так что, олени, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Во-первых, хочу вам всем сказать большое спасибо. Прежде всего, за этот день замечательный, что вы приехали сюда сегодня, что вы нашли время для того, чтобы провести этот день с нами. Ну, мы не будем говорить, что мы вас насильно там, траляля, компромат, вот. Ну, сделаем вид, что вы здесь... Добровольно. Добровольно, да. Вот. И у нас... Мы очень хотели увидеть всех участников, поэтому отдельная благодарность тем, кто не дошел. Некоторые обещали нам прислать видеообращение к аудитории, потому что люди за вами следят. Люди вас любят. Люди благодаря вам учатся. Они вам крайне благодарны, все наши зрители. Если бы мы сейчас высадились, смогли увидеть всю вот эту аудиторию в тысячах людей, которые вас смотрят, то мы бы с вами обалдели. И вы для каждого из тех, кто нас действительно смотрит, вы являетесь примером. Кто-то узнает вас с себя, с хорошей или с нехорошей стороны. И это нормально, что у нас есть абсолютно разные стороны. И это нормально то, что что-то у нас получается и нет. Вы огромные молодцы, потому что, во-первых, прийти в принципе ко мне, это я понимаю уже стресс само по себе. Во-вторых, прийти и стать перед огромной аудиторией, которые сидят и определяют по своему собственному ощущению, насколько вы хороши, насколько вы правильно говорите, насколько вы правильно делаете, выглядите, дают вам всяческие советы, хотя, возможно, сами при этом никогда ничего не сделали. Но есть такие, которые искренне рекомендуют, искренне хотят поделиться опытом. И сегодня мы хотим, решили сделать вам небольшие подарочки и выдать вам некие номинации. Потому что вы для нас, так или иначе, в чем-то закрепились, с чем-то стали ассоциироваться. И первым человеком, да, я уже прямо как во время курса координатор, первым человеком, которого мы хотим наградить, это Оля Миняйла. Она стала мисс преображения. Потому что мы считаем, и все посмотрите выпуск, мы считаем, что Олины преображения, они очень сильно видны во всем. Я не знаю, обратили вы сегодня внимание или нет, но Оле даже поменялась речь. Мы хотим, Олечка, чтобы ты и дальше продолжала преображаться. И от меня лично я очень хочу, чтобы на твоем пути встретился достойный мужчина. Не разменивайся, пожалуйста, ни на кого. Ты будешь снимать шикарные видео, показывать своим ученикам, что ты везде путешествуешь, что твой английский, русский и прочие языки усовершенствуются, что ты счастливая женщина и замечательная мама. Потому что только классная женщина может развестись, после этого сесть на поезд, приехать в проект, чтобы менять свою жизнь. Аплодисменты! Так, вторая наша участница, которую мы награждаем, это Юлия Базилевская. Юлия у нас стала мисс результат, потому что, как вы помните, Юлия пришла в шоу, и самым быстрым способом, по-моему, уже на второй эфир, на третий, по-моему, Юля уже в несколько раз увеличила свою прибыль и, собственно, начала запрыгивать на те чеки, на которые и до этого боялась. Поэтому мисс результат... Так, Ярослав Мищенко, мужчина. Ярославу у нас стал мистер-органайзер. От слова организованный, от слова человека, который все записывает. И пока ты только начал свой путь, но по исполнению и четкости, ну, ты прям очень нам нравишься. Поэтому мы уверены, что у тебя будет классный результат, девочки. Следующая наша девушка, умница и красавица, и которой я хочу пожелать вообще, чтобы она расслабилась и позволила жизни дать ей самый лучший результат. Точно так же, как она однажды не расслабилась, посмотрела шоу и сказала, как это я не приеду-то и не сделаю то, что мне нужно? Мне пора все менять. Приехала и сделала все так, как нужно. Мисс отличница. Людмила Калиниченко. Наша отличница. Потому что ты пока что единственная, кто сделал все так, как сказали, и мы больше чем уверены, что у тебя будет офигенный результат. Потому что ты умница и красавица. Спасибо. И это участница. Она у нас была участницей первого сезона. И когда она готовилась к встрече с нами на Зашигалка Папе, она сказала приблизительно так, как говорят на шоу в моем любимом «Зважение ты счастливи». Когда страна, когда ты увидишь меня в следующий раз, мой инстаграм будет образцовый. Вика, ты стала мисс инстаграм. Потому что я люблю твой инстаграм. Спасибо большое. Спасибо. Как известно, все женщины очень неожиданные. И только в нашем шоу может третий девушка, которая говорит, я хочу шить платья, а потом открыть ресторан. Мисс неожиданность. Как у нас выяснилось по моему старческому склерозу, Юлиана мне только что напомнила, что оказывается мы с Юлианой знакомы с детства. И нашей мамы знакомы с детства. В славном городе Конотоп, где Юлиана жила. Мы в детстве с ней тусили. И еще у нас есть фотография, где мы вместе сидим на лошадке. И теперь целью моей жизни стала найти эта фотография. Лошадка. Юлиана, да. Так что, как видите, вот все пути такие. Итак, а теперь наши новости нашего проекта. Причем они сегодня новости даже для Сергея. Это так хорошо, когда мужчина не лезет куда не надо. Значит, когда мы выбирали команду, вернее не так, когда мы проводили кастинг на команду и надеялись, что мы найдем каких-нибудь адекватных людей, которые не испортят жизнь нашим главным героям. Мы тогда были наивны еще. Мы были тогда наивны, да. Мы многих людей собеседовали, в некоторых влюблялись, в некоторых с некоторыми разочаровывались потом, когда пытались в принципе списаться и связаться. Но с некоторыми происходило все очень круто. И когда я увидела Аню, Аня сказала, что я занимаюсь бадуарной съемкой. Я не могу сказать, что меня прям это сильно завело, но женщины в лифчиках всегда меня привлекали, как и без лифчиков. Потому что это красиво. Давайте будем откровенны. Это красиво. Вот. И я сказала, Аня, мы сделаем с тобой съемку, ну, пока хотя бы хоть как-нибудь. Аня говорит, я еще бизнес умею. Я говорю, давай, окей, давай бизнес. И, в общем, я целый год не делала фотосессию. Потому что это ад. Потому что для меня съемка, это всегда очень ответственно. Это классный должен быть визажист. Это классный должен быть фотограф. Это должно быть много образов. И в идеале, чтобы за один день мы сделали так, чтобы хватило хотя бы на год. Я работала в основном всегда с топовиками. Иногда с разочарованием такое тоже бывало. Но Ане я когда так поверила и подумала, ну, блин, ну, что-то в ней есть. Так вот, Аня стала не просто мисс профессионалом, то, что написано здесь, но ты вдохновила меня настолько, ты показала вообще, как должен работать фотограф. Человек подбирал локации, одежду, магазины и все, что только можно было мне подобрать. Она сделала вообще все. Она отработала настолько легко и шикарно, что когда я получила фотографии без обработки, к которой я привыкла, в принципе. И я решила, что в этом году, по нашему как бы третьему сезону, у нас должен появиться автор проекта. Такой главный фотограф, который будет видеть образ наших девушек и юношей через камеру. и который будет им показывать, какими они могут офигенными и классными быть. Я вообще считаю, что все предприниматели крутые должны стоять в очереди, чтобы ты их снимала. Потому что начиная от того, как ты выглядишь, заканчивая тем, как ты работаешь, ты просто потрясающая. Поэтому я хочу попросить тебя стать главным фотографом в третьем сезоне нашего проекта. Официальным. Спасибо. Ура! Потому что ты, мисс профессионал, и мы покажем тебя абсолютно всем. Ну и, конечно же, конечно же, девушка, которая переболтала даже меня, которая умеет говорить и заливаться соловьем, выглядеть, подбирать, жить, быть мамой, все успевать, и которая поразила меня тем, что целый день, когда мы занимались перевоплощением Люды, она приехала на площадку с 9 утра и уехала, я не знаю во сколько, в 9-8 вечера, при этом забрав ребенка со школы, потому что она не ожидала, что она будет весь день проводить. В общем, она каким-то образом успела поехать, поменять одежду, забрать ребенка, вернуться обратно на съемку и, собственно, доказать, что она не только классный профессионал, но и потрясающий человек. А человечность – это всегда самое первое качество, которое должно быть у людей. Поэтому, во-первых, мы долго думали, как тебя назвать. Мы тебя назвали «Мисс стильная болтушка», потому что ты стильная и ускорожен подвешенным языком. Вот, и давай так, становись, это уже тебе. И у меня к тебе следующее предложение. Я хочу предложить тебе стать официальным стилистом нашего проекта и на каждого нашего героя наложить свой отпечаток. Это такие маленькие сувениры, но чтобы вы о нас вспомнили, чтобы вы помнили о том, какие вы молодцы и что вы реально очень смелые, классные люди, потому что только смелые, классные люди способны делать такие себе недетские вызовы, становиться перед глазами общественности, учитывая, что мало кто из вас вел до этого особо публичный образ жизни, это сложно. Я хочу вам сказать, что не обращайте никогда внимания на тех, кто говорит вам какой-то негатив, кто бросает вас в камни, потому что ни один успешный человек, который идет и развивается, никогда не посмеет этого сделать, потому что он понимает, какой колоссальный труд вы проживаете. И всякий раз, когда вам хочется кого-то кольнуть и ваше женское и мужское начало или острый язычок хотят где-то в кого-то футбольнуть, остановитесь и подумайте о том, насколько прост был ваш путь и как вы считаете, насколько просто делать это другим людям. И тогда в вас включится уважение и, собственно, это тоже будет нашим ростом. Мы не идеальные люди, к счастью. Это дает нам возможность расти и меняться. Я очень рада, что вы все пришли к нам с Сергеем, что мы вас притянули в свою жизнь. Я надеюсь, что в следующем году вы также будете в нашей жизни, в вашей жизни будет появляться много других замечательных людей, потому что у нас сегодня с вами, в принципе, празднование уже окончания года. Я еще пока вот у нас такая общая, я хочу еще, чтобы мы все поблагодарили Ганочку нашу, Ларису и ее замечательную маму за сегодняшнее гостеприимство. Они нас сегодня пригласили, они нас сегодня угощают. Они сегодня радушные хозяева. И я очень рада, что мы в ваших теплых стенах. Это правда. У вас очень тепло. Спасибо. Очень. Очень вкусно, кричит. Спасибо вам, Сергея. Да, вы вообще нас все собрали, нас познакомили. Я из всех участниц, я уже с тремя работала, поэтому, ну, как бы... С остальными поработаем. Да? С остальными поработаем. С остальными поработаем, да. Но с тремя уже близко знакомы. Спасибо вам за такое вообще прикольное шоу, которое заряжает, которое мотивирует, которое дает пример не только как бы развлекательный контент Инстаграма, а вообще какое-то продвижение, потому что каждый берет себе какую-то изюминку. И именно этого пазлика не хватало для каких-то своих инсайдов, для каких-то развитий. После дня с Олей я поняла, что она не только такая классная на камере, она такая, в принципе, и по жизни. Потому что очень часто, да, у нас как бы актеры живут в камере одной жизнью, а потом превращаются немножко в других, нехороших таких человечек. А она реально как бы такая... По жизни. И про плачевый человек всегда должен быть. Да, и спасибо большое я хочу сказать Лене, которая... Я представляю, какую она громадную работу делает, даже общаясь с нами, потому что мы ей пишем все свои фе, что нам сегодня неудобно, или почему там... Ну, она знает о нас как бы... Даже больше, наверное, чем Ольга с Сергеем, потому что мы общаемся. Всегда на наши 100 вопросов готовы ответить. Спасибо вашим ребятам. И такие позитивные. Ну, а давайте тоже похлопаем. Спасибо. У вас плохой звук, у вас плохой монтаж. Вы гады, вы не профессионалы. Все галима, что случилось? Вы вообще сволочи, гады. Постоянно они, знаете, как они за это переживают каждый раз? Что за монтаж? Ну, вообще, ну, фу, ну, бе, ну, ме, ну, га, ну, ба. Женя даже плачет. Ну, они всегда настолько вот... Я, наверное, договорилась от лица всех девочек, ну, мальчик, потому что они поднимают настолько настроение, они вообще способны поднять самооценку любой девушке, у которой проблемы в личной жизни. Своими шуточками в меру, как бы такими откровенными, но в меру какими-то деликатными. Именно поэтому эта опция в третьем сезоне будет платная. Вот, вообще, как у вас классная команда, и вам хочется возвращаться. Я думаю, что это будет классно. Спасибо! Спасибо! Ну, расскажи нам, пожалуйста, Виктория, как твои дела? Как дела? Все, ну, на мой взгляд, все отлично. Все классно, потому что я открыла еще один салон. Третий, что ли? Да, третий. Мы развиваемся. Мы тебе не говорили открывать третий салон. Я знаю, но у меня такие вот две идеи, две мысли, два пути. Пытаюсь бежать, и там и там. А мне только что, мы когда разговаривали, ты жаловалась, что ты не можешь найти сотрудника никакого. По-прежнему. Да, но каким-то образом, чудом, ты сразу в трех салонах работаешь сама. Почти, ну, почти, да. Но главное, организация правильная. Да? То есть можно без всяких сотрудников правильно организовать? Можно 4-5, да. Главное, правильно организовать, и все будет отлично. А почему ты решила открыть третий салон? У меня появились партнеры. Если помните, в последнем, когда у нас была пати, зажигал, как-то тогда я говорила, что у меня партнеры будут. Партнеры – это магазины какие-то, да? Да, это зоомагазин, это сеть. Это очень хорошая, сильная сеть. И у них, я когда встретилась с руководителем, с хозяином, я поняла, что у нас очень схожие идеи. Вот, и я предложила, давайте посотрудничаем. Я бы хотела с вами вместе, может быть, открыть такой груминг-комнату или салончик. Он отлично, у меня есть как раз помещение. Тут как-то вот совпало все. И этот человек действительно сейчас играет такую весомую роль, потому что у него сильная команда, ну, так как сеть большая, крупная, у него сильная команда, которая мне сейчас помогает, как мне развивать маленькие вот эти мои салоны, до какой-то тоже вот высот. Так, а ты сейчас прибыльная? Да. То есть, да, но вся прибыль идет опять-таки в развитие. Ну, когда прибыль идет в развитие, это полбеды. Главное, что есть вообще хотя бы чему идти в развитие. Но как ты сейчас для себя видишь это развитие? Чего бы тебе хотелось? Ну, Инстаграм у меня остается на первом месте. А у тебя стал Инстаграм приносить клиентов или нет? Да, однозначно, да. Твой Инстаграм изменился до неузнаваемости. Я слежу за ним. И твой Инстаграм из никому непонятно о чем страничке, на которую не очень-то вообще лицезреть, приятно. Сегодня, как человеку, который не пользуется услугами салона, мне приятно быть подписанной, потому что твои собачки, и, кстати, ты там регулярно появляешься со своими собачками, однозначно поднимают мне настроение, кстати. Оль, спасибо, но я считаю, что он еще не до конца такой, как я хочу его видеть. А у меня к тебе вопрос. Ты пользуешься рекламой таргетированной? Ты проплачиваешь рекламу? Немножко, немножко, да, но мы еще не в полную меру этим занимаемся. Еще изучаем, еще пытаемся настраивать все вещи. Ну, то есть ты этим занимаешься сейчас? Да, активно. Скажи мне, пожалуйста, вот ты была участницей первого сезона с не совсем понятным бизнесом, ну, таким, скажем, не совсем бизнесом. Вот, не могу сказать, что с какими-то супер-мега-результатами, но в то же время ты не закрылась, ты стала на какие-то рельсы, стала развиваться. Как ты сама считаешь, что тебе дало участие в шоу, или, может быть, ничего не дало? Нет, дало однозначно. Я смотрю все выпуски, и в каждом выпуске, независимо от того, какая это тема, я нахожу какую-то вот вещь, которая... Ты же могла не становиться участницей шоу для этого, могла оставаться зрителем? Да, но, как я говорила, когда ты участник, ты себя больше подстегиваешь. Все равно вот эта лень в человеке присущей, когда ты, ну, ты чувствуешь огромную ответственность перед всеми, перед людьми. Ты знаешь, я подумала о том, что сейчас, после Нового года, когда у нас будет третий сезон, я хочу дать шанс всем участникам, которые принимали участие у нас, и делать раз в месяц такой вот общий приезд, когда каждый может приезжать, говорить о том, что он делает, показывать свой результат и, соответственно, двигаться дальше. Вот, а для тех, соответственно, кто готов это делать. Скажи, пожалуйста, ты бы хотела получить для себя такую возможность? Однозначно, однозначно. Я хочу, потому что это все равно подстегивает меня делать результаты какие-то еще больше. Вот тогда мы сейчас проверим еще одну гипотезу. Ермилов сидит широко расплющив глаза, но я все-таки считаю, что те люди, которые к нам однажды пришли, которые выразили готовность, подкрепили ее финансово, что немаловажно, сейчас имеют такой шанс, не платив денег, не продолжая, но имея уже возможность такой социальной ответственности и как бы наблюдения со стороны, да, когда все-таки другие люди уже тебя знают, уже на тебя смотрят, и они уже так или иначе будут каким-то образом… Я вспоминаю фрагусы «Вы в ответе за тех, кого приручили». Да, вот я хочу дать такую возможность каждому участнику шоу, и раз в месяц мы готовы с вами работать, при условии, что вы будете работать, и вы будете за этот месяц давать результаты, чтобы вас это подстегивало, и вы могли двигаться дальше. Тогда замечательно, тогда мы ждем тебя… У меня даже есть первое задание. Я недавно тебя вспоминал, думал о тебе. Мы с лим-тихым словом, да? Мне так нравится, что ты как-то думаешь о женщинах. Хочется, если ты мне сказал, что ты думала о мужуках, я бы расстроилась. А женщине, о Вике, может. Я думал, как было бы хорошо. Я читал одну книгу, она называется «Автоматический покупатель». Я тебе советую ее, ну, ты можешь взять у меня ее, но напиши мне, да, и я тебе пришлю ее. Так мужчины нынче клеят женщин. Напиши мне, и я пришлю тебе эту книгу. У тебя задание будет до нашей встречи следующее. Эту книгу прочитать и для себя сделать 5-10 вещей, которые ты внедришь в свой бизнес, оттуда из этой книги. Хорошо. А от меня задание сегодня прийти, разложить себе все в циферках. Я не знаю, делаешь ты это или нет. Не, не делай. Не делай. Ты смотрел ее в глаза. Какие циферки? Разложить себе все в циферках. Сколько, а что? Самое главное, сколько обслуживаешь, сколько продаешь. И поставить себе следующую цель на ближайший месяц. Учитывая, что да, месяц сейчас будет провальным, потому что сейчас впереди праздники, Новый год, но в то же время собачки тоже напьются, им тоже нужно будет потом прийти в себя и так далее, и так далее. И через месяц, я думаю, что это будет ориентировочно к конец января, начало февраля. Я хочу, чтобы ты пришла, и мы работали по цифрам. Я хочу, чтобы каждый месяц ты ставила себе какие-то реалии. Мы обсуждали, каким образом мы можем, что ты можешь делать. Ты говорила о том, что ты собираешься делать. Мы корректировали этот план со своей стороны и двигались. И таким образом мы можем работать с тобой достаточно длительный период времени, пока ты будешь показывать результаты. Как только ты перестанешь показывать результаты, и твоя ленивая попка начнет прирастать к дивану и собачке, мы будем расставаться. Хорошо. Договорились? Да, да, да. Ну, супер. Спасибо. Класс. Это же хорошая новость. Да. Так, Юлька, привет. Я такая, Юлька, привет, а Юлька такая, здравствуйте. Юлька, сколько ты уже не участвуешь в нашем шоу? Ой, я не готовилась к таким вопросам. Я помню, мы последний раз снимались на яхте. Это, наверное, где-то было в августе, да? Где-то, да, тепло было. Где-то в августе. Было классно, помнишь? Да, мы ездили в Майами. Да, это было Майами. Расскажи нам, что сейчас происходит у тебя в твоей жизни, в твоем бизнесе, прежде всего. Как твои дела, как твои успехи? Все, зритель хочет знать все. Все хорошо. После окончания наших съемок я начала очень интенсивно, можно сказать, учиться. Я купила несколько курсов. То есть в шоу ты поняла, что тебе нужно учиться? Я увидела какие-то моменты, которые у меня были недожаты в силу того, что я просто не знала, как это делается. Вот, например, интернет-маркетинг, для меня был вообще темный лес. И поэтому я стала подтягивать свои знания в этих областях. И на сегодняшний день я совершенно уже по-другому вижу и структуру, и направление, куда двигаться со всеми вот этими моими делами, и с эмоцийкой, и со свадебным агентством. И, в принципе, появились еще какие-то моменты в жизни, которые хотелось бы развивать. Вот, поэтому мы сейчас создаем такой продукт, уже на финишной прямой, который может функционировать, ну, с минимальным моим участием в операционке. То есть такой продукт, который... Давай конкретней. Что именно вы создаете? Мы создаем такую схему работы, при которой Казкова Краина и Матейка может функционировать без меня, как админа, уборщицы, там, режиссера, актера, там, что-нибудь еще. Это твоя гипотеза или это реальный факт? Это реальный факт. У нас сейчас не хватает двух людей. Мы к 15 января планируем их уже взять на работу. И уже я планирую к 15 января уже от операционки отойти. То есть я буду планировать, я буду заниматься стратегией, я буду заниматься теми вещами, которыми, ну, по факту, я должна заниматься. Хорошо, давай перейдем к цифрам. Как сейчас ты зарабатываешь? Растет ли твоя прибыль? Растет стабильно, нестабильно? Да, растет, стабильно растет. И когда ты понимаешь четко свои ценности, которые ты несешь людям, и не распыляешься на что-то другое, что якобы принесет деньги, так получается, что приходят именно те клиенты, и так получается, что деньги тоже приходят. То есть растет прибыль стабильно. Давай вспомним тот период, когда ты к нам пришла, ну, приблизительно ту точку, к которой ты пришла. Что изменилось в том времени, вот по сегодняшний день? И как ты считаешь, участие в шоу, что именно, как на это повлияло участие в шоу, что имело значение, что нет? Изменилось очень многое, потому что я пришла фактически в точке, когда я думала закрываться. Я думала, что я не вытяну, что невозможно в Житомире заработать деньги на детских праздниках, а имея все-таки семью детей, работать просто бесплатно, ну, еще и платить за то, что я работаю, ну, как бы это было не совсем правильно. И вот с момента, когда я реально думала, вот, или сейчас оно как-то выстроится, или я закроюсь, оно действительно выстроилось. То есть шоу ты, это был последний твой шанс, да? Ты пришла? Это был момент, вот какой-то момент истины, да, вот, либо, либо действительно я увижу, что это не то, есть свадебное агентство, оно успешно, оно приносит доход, как бы все хорошо, может быть мне не стоит, да. Оказалось, что нет, оказалось, что все-таки стоит, что наши мамочки очень сильно начали поддерживать. Те же комментарии, которые писали, те же, были комментарии, которые просто мы брали как гипотезы, и дальше на основании этих комментариев делали новые программы, новые услуги, новые какие-то еще опции для наших клиентов. Наши мамочки, вот, которые живут в Житомире, к нам приходят, ну, это же просто космос какой-то, они нас рекомендуют, к нам приходят клиенты, это 95%, либо наши клиенты, либо сарафан, и я, ну, безумно за это благодарна. Естественно, не может не расти от этого прибыль. Естественно, когда людям уже порекомендовали, они уже приходят, они понимают, куда они приходят, они понимают, что здесь будет происходить. Соответственно, уже понимают эту ценность, они готовы нам платить те деньги, которые мы за это хотим, ну, которых это действительно стоит. Естественно, как бы, прибыль растет, мы можем покупать новые шоу, мы можем покупать новые костюмы, мы можем дальше развиваться, делать ремонт и открывать новые комнаты но это часто волна такого вдохновения вспоминаю этот случай когда ты пришла и раз как он рассказывал свою историю потом когда ты уже вышла и мы соли говорим ну это же так очевидно почему человек не понимает ну у него у тебя была как бы всех кого я помню самая простая ситуация самая на наш взгляд вот и почему-то я не видела интересно ты сейчас ну тебе осознаешь вот что ты была просто вот рядом можно сказать ты была просто рядом да вот вот ты рядом с тобой лежали деньги ты их не в не видела недавно протянуть руку но я это и не осознала после первого разговора очень помогает то что разговоры записаны и ты можешь их пересмотреть и вот я когда пересмотрела и посмотрела на себя что это не я а это другой человек конечно я поняла но было очень страшно вот первый шаг поднять цену было так страшно я просто это вспоминаю это это трустились руки написать вот другую цифру но это правда и потом когда я же так и не решилась просто поднять цен нет мы туда напихали еще 18 опций прежде чем ее поднять потом мы придумали другие программы для которых мы еще вложили в реквизиты в костюмы там в костюмы для детей и так далее и тому подобное в декор и и уже эти программы мы сделали вот есть классический вариант из более дорогой вариант когда у нас первый раз купили более дорогой вариант я я даже написала об этом да вот вам как это вот как это мы вчера придумали у нас его купили для меня не вкладывалась когда к нам пришла я помню у тебя чек был где-то порядка 50 долларов ну вот у тебя от 50 долларов начиналась какая-то программа да там 300 гриммин там а 1300 наверное наверное да что такое у нас сейчас минимум это 1550 так ничего и не поменялось минимум 1550 да но это минимум с которым мама может прийти и у нас отпраздновать но у нас есть очень много дополнительных услуг у нас есть сами программы более дорогие и соответственно вот в среднем если посчитать чек это две с половиной четыре с половиной но у нас есть проекты несколько раз в месяц на 10 20 30 40 у нас были проекты по 150 тысяч 150 тысяч это уже гривен тысяч долларов отлично с хвостиком да круто скажи пожалуйста ты смотришь я смотрю каждый раз когда есть время просто вот последнее время есть такой когда ты смотришь на каких-то участников и ты думаешь ну понятно же что надо делать или ты думаешь ну почему ты не слушаешь или наоборот сегодня каждый из участников может быть дал какой-то свой взгляд или рекомендацию со стороны сказал что-то вслух если будут если есть такое желание потому что я например часто когда вижу какие-то ситуации со стороны читаю наблюдаю за вами ну за вами вообще с другими людьми есть некоторые вещи которые для меня в том числе более чем очевидны вот и я пытаюсь как человек с телевизором разговаривать я следила за девочками которые открывали делали ремонт в салоне красоты вот конечно да 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 конечно они очень большие умнички я просто восхищаюсь как они так решились вообще на это это ну такой я просто я понимаю насколько это для них был тяжелый шаг и им конечно огромные каждый раз когда я смотрела эти выпуски именно с ними я вот просто всеми своими силами пыталась им послать какую-то волну что ну поддержки какой-то очень вообще девчонки молодцы и это что хотелось сказать что все-таки я на себе это отследила по своим мамам которые ко мне начали приезжать на других машинах в другой одежде с другими телефонами и так далее и когда их встречает девочка определенной внешности у них создаются определенные отношения поэтому хозяйка салона красоты конечно должна быть прежде всего красивая когда все-таки вот людмила была в выпуске с вот выпуск подарок да когда был меня когда она так преобразилась конечно я пострел и думал да все таки все таки каждая женщина красивая очень сильно преобразила слива надо эту красоту уметь находить и показывать людям мне вообще очень нравится мне даже сейчас все участники нашего шоу участники участницы стали как-то больше за собой следить когда вот этот видимо все-таки взгляд на себя со стороны и возможно где-то критика других людей может быть не критика оценка других людей когда они что-то там пишут да и это конечно на нас такой след оставляет хочется перед после этого чаще на себя смотреться в зеркало да не только быть бегущей лошадью матерью и тем прочим вот хотя я сегодня нарядилась сиделась и говорю сергей вот больше всего что момента когда я умоюсь надену луги и буду собой вот хорошим нам девочкам просто не угодишь но у меня девочка у меня немножко по-другому получилось просто когда ты действительно бежишь в этом круге для хомяка постоянном этой и каждый раз ты ждешь этого пятого числа потому что не знаешь где взять деньги на аренду ты не думаешь о том что надо пойти масочку сделать надо пойти там еще что-то сделать ты думаешь совершенно других вещах у тебя даже в голову это не приходит а сейчас когда даже с учетом трех обучений все равно у тебя меньше операционки у тебя есть это время ты можешь себе выделить этих пару часов ну и конечно когда у тебя есть на эти деньги не кажется ли ты сегодня как-то это это немножко растерянная ну может немножко не знаю как дела твои ничего нормально хорошо все хорошо мы работаем ну что да расскажи нам что произошло после того когда ты вернулась как на тебя отреагировали отреагировали ну было удивление у сотрудницы мужа конечно было удивление у меня не привык такой видеть вот а так все отлично а так все отлично то есть это было ужасно сотрудники восприняли тебя ужасно муж воспринял тебя ужасно так все отлично или второе дому же муж немножко не привык такой моей смене этой сотрудник что муж тебе сказал тебе плохо ты плохо стала выглядеть как отвратительно это не моя людо что это было но он сказал ему нравится больше брюнетки я же тогда была более светленькая такая приехала а он все вспоминает когда я была брюнетка когда я была черненькой ну так интересненько черненькая из виагра ему хорошо вот то есть он не сказал себе людочка как хорошо ты выглядишь ты помолодела тебе все так идет не то ли один сказал не буду врать не сказал он смотрит на шоу смотрит да некоторые лучше сергей зовут да да сергей скажи пожалуйста люди как она классно стала выглядеть но ей это нужно тем более это чистая правда потому что я начну давать люди другие советы совсем скоро отношений с мужчинами наше шоу все-таки сменит свой формат и мы начнем еще и делать другие вещи хорошо а сотрудницы сотрудницам девочкам понравилось да конечно они сказали намного это все теперь выглядит ну действительно я стала похожа на директора салона красоты а сама как женщина ты себя как-то что-то поменялось тебе вот ты привыкла к себе такое ты стала больше нравится да конечно я стала больше нравится стала больше краситься я стала больше одеваться мне кстати понравилось что один из первых постов который ты мне прислала сообщение это то что ты купила себе косметику и наконец-то ты начала этой темой интересоваться я так сразу же увидела в тебе такую девочку которая там что-то себе выбирает подбирает да я сразу только вышла после съемки сразу пошла в магазин и пошла глобус по-моему да там на майдане вот и сразу пошла выбирать помаду запомнила какую настя мне подобрала помаду нашли советы давала пока мне визаж наносила я как раз уже потом прикупила косметику ну такой более более мне подходящие скажем так и что смотри у тебя сейчас достаточно стрессовый период да ты поменяла по в корне свой бизнес поменяла в корне свой образ ну прошла через очень тяжелый ремонт период когда не хватало денег там на рук работе учих и так далее нашли каким-то чудом мы все эти средства нашли ну как сделали нашли ресурсы сделали этот ремонт вы запустились какая сейчас у вас самая большая проблема сейчас самая большая проблема мы ищем клиента ну чтобы у нас была полная заполнен заполненность салона из того что мы сделали я расскажу мы вот тоже обратились по купон вот но мы покупали не задействовали эту акцию потому что мы право мониторили мариуполь и сделали вывод что он еще в мариуполе очень очень слабо и там большие комиссионные то есть отзывы прочитали что сказали там много в общем тот кто дешево ищет и вот идут туда и мы как бы взяли схему с по купона мы ее взяли разработали рекламу и пустили на всех этих на фейсбуке на и в инстаграме и так людям рассказали то есть мы существенно снизили цены там до 58 процентов и все это как бы рекламу раздали потом мы разнесли рекламу по почтовым ящикам это в этом районе где мы находимся где находится салон вот ну и так же те наши клиенты которые были нашими они сейчас также обслуживаю целью снизили цены для того чтобы пополнить клиентскую базу для того чтобы пришло побольше снизили вообще цены как бы нет это акционная до 31 декабря так да это вот у нас допустим там идет маникюр и педикюр за 144 гривны или там допустим сделать коррекция архитектура бровей 63 гривен важно смотри вот просто понимать надо смысл всех акций просто мы соли недавно в экспериментальных целях специально пошли по одной такой акции когда за ну вот такая вот акция когда люди очень сильно снизили цены чтобы получить клиента себе и мы посмотрим мы специально пошли посмотреть как это было стоматологическая клиника и они сделали там очень низкую цену над над чистку зубов чистку зубного камня до такой легенды и мы хоть пошли специально посмотреть как же нам будут из нас делать клиентов потому что в принципе чистка зубов нужна любому человеку да и мы бы подумали чуть перед новым годом по акции не почистить зубы не своей клинике а в другой может быть она нам больше понравится да может быть там действительно хорошо мы свои просто привыкли сложно что-то навредить да да сложно что-то испортит да мы пришли за купили по этой акции очень дешево эту чистку зубов до пришли нам сделали утро звуковую чистку зубов там все 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 и что думаешь дальше с нами сделали наверное предложили сделать зубки если фига нет вообще ничего не предложили сказали спасибо что пришли до свидания и сказали ну обращайтесь напоследок и мы поняли что владелец тот ну или тот человек который разрабатывал эту акцию вообще не подумал о том зачем она ему нужна ну то есть он не подумал он подумал о том что мы сами так должны догадаться к ним вернуться снова ну понимаешь когда например чистят тебе зубы до делают чистку зубов естественно находят там там какие-то ну у любого человека можно найти там пломбу да что-нибудь еще я бы например ты сказал бы сразу вот вас тут надо поставить пломбу давайте вот сразу сейчас запишу на такую-то дату например да конкретно они мне сказали да мне действительно указали там несколько сказали вот вам тут надо что-то сделать тут надо что-то но даже они не предложили давайте мы вам это сделаем они просто сказали вот вам тут бы хорошо сделать сделали такую осмотр до осмотр и рекомендации дали но не сделали вот важно чтобы вы когда делаете какие-то акции и к вам приходят люди нужно очень хорошо обучать свой персонал либо тебе самой надо при этом присутствовать и реально человека этого делать своим клиентам они просто ослаб дешево обслужить по акции что он сам и догадается к вам опять прийти мало того обслуживая его дешево нужно обслуживать его не с пониманием того что он мало заплатил можно не стараться наоборот стараться так чтобы у клиента было ощущение что ё-моё это вообще как круто это вообще мне как повезло я хочу здесь обслуживаться всегда потому что обязательно прочитайте у меня в telegram канале и кто получает рассылку наверное уже читал эту статью я ее подробно описала рассказала вообще о своих ощущениях как ощущениях клиента что тоже очень важно мы должны это понимать и что клиент чувствует при том когда он приходит и покупает что-то со скидкой мы очень часто хорошую услугу можем этим убить просто вот поэтому тут важно важен этот смысл и акция она как раз для новых клиентов не забывайте об этих вещах что нельзя в акцию включать своих старых клиентов да мы указали у нас даже в акции написано для новых клиента это очень 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 важно но клиентов станок стало больше или нет после этого стали приходить стали звонить до потихонечку уже сейчас мы месяц отработали уже начали приходить те которые вначале у нас подстриглись и они тоже сейчас приходится ну что друзья в общем именно сейчас и хочется сказать вам что новый год уже не за горами уже завтра 31 декабря тот день когда мы снова загадаем желание и будем надеяться на то что они будут обязательно а наши желания непременно уже наверное сбылось потому что в этом году мне очень сильно хотелось создать нечто ценное создать классный канал куда бы вы могли приходить не только для того чтобы что-то посмотреть но и для того чтобы сделать свою жизнь лучше для того чтобы зажечь ты для того чтобы в жизни начинали происходить изменения не сами по себе а мы сами их творили наверное прежде всего хочется сказать спасибо нашим участникам которые взяли поверили и пришли к нам потому что без вас наверное наше шоу бы не получилось а спасибо огромное всем и даже с ну особенно самым первым участникам которые пришли когда еще не было никого шоу не было ничего не понятно было вообще о чем снимать но вы пришли поверили ну и ушли благодаря вам все таки шоу состоялось спасибо вам чтобы вы были с нами тогда самые первые дни я хочу сказать большое спасибо каждому из вас за то что вы нас смотрите потому что нет ничего более ценного чем наши зрители и вы особенные вы волшебные вы необыкновенные вы я каждый раз говорю о том что нам очень сильно повезло потому что каждый раз когда читаю комментарии когда встречая вас на улице когда вы подходите обнимаете это невероятное счастье и вы у нас самые лучшие самые классные зрители я не на одном канале нигде не видел таких зрителей таких комментариев которые вы пишете нам но это просто чудо спасибо вам за ваши комментарии всегда их читаем всегда отвечаем мы обещаем что в следующем году мы будем очень стараться работать над тем чтобы мне нравится киндер сюрприз работать над тем чтобы наш контент был еще более интересно над тем чтобы мы не просто что-то показывали а мы работали над вашими бизнесами вы видели результаты вы видели что все абсолютно возможно и что даже в этой стране даже несмотря на то что очень сложно нам предпринимателям постоянно перекрывают кислород если буду говорить как президент на выборах мы все-таки можем мы с вами все можем потому что когда нами движет цель когда у нас есть классная команда и когда мы объединяемся мы можем делать невероятные вещи а я хотела бы выделить в этом году такое событие которое произошло это наш ремонт я вот думала о том что такое было особо для меня запоминающиеся и поняла что на проект наш большой ремонт стал для меня таким настоящим чудом я хочу еще раз сказать огромное спасибо всей команде которые приняли в этом участие я хочу пожелать чтобы каждый предприниматель а в наступающем году и каждый человек был просто счастлив делал что-то настоящее помните о том что деньги приходят к нам тогда когда мы помогаем другим людям сделать их жизнь лучше этим важно руководствоваться и наверное об этом стоит помнить хочется пожелать вам уже в канун нового года много любви и много добра пусть с нами происходит как можно больше чудес иногда так хочется закрыть глаза и просто поверить чудо я думаю что тогда она именно в такой момент непременно произойдет я думаю что мы сами творим свои чудеса и на этой гениальной фразе моего супруга которого очень хочется уже в этот момент когда вы смотрите находимся где-то в самолете летим для того чтобы немножко отдохнуть для того чтобы перезагрузиться и сделать наш канал еще круче и лучше не расстраиваться потому что сейчас когда мы будем находиться очень далеко мы будем баловать вас классным контентом а это будет не форматный контент я думаю я вообще не знаю какой он будет он точно будет классный и мы будем продолжать делать все для того чтобы вы прокачивались загорались зажигались ну естественно она смотрела как можно большее количество людей потому что конечно же главной целью в следующем году является очень сильный рост нашего канала по всем показателям не только по его подписчикам но и по качеству с новым годом если дождь мороз я знаю смотри канал все